Девушки отдыхают Я так понимаю, что эти два года из жизни должна просто вычеркнуть Ее в любой момент могут арестовать, даже прямо здесь, в студии И то, что она решилась приехать к нам, это большой риск и, возможно, настоящее безрассудство Неужели за увольнение сотрудника можно получить срок? В тюрьму за увольнение – вот тема нашей сегодняшней программы В ее финале здесь, в студии, появится юрист, который изучил это дело И приготовил для нашей главной героини настоящую бомбу Об этом говорит Украина Об этом сегодня не можем молчать и мы Здравствуйте, я Алексей Тиханов Друзья, пожалуйста, поддержите ту самую женщину, которая в любой момент может угодить в тюрьму Валентину Скажите, пожалуйста, почему вы решили обратиться именно к нам? Алексей, все дело в том, что я настолько уже доведена до отчаяния, что я просто не знаю, что мне делать, куда мне идти Меня просто сделали фактически изгоем Валентина завжди была шанованою людиною Понад 10 лет работала в ЖЭКу и Личевська дослужилася до начальника Одного разу Валентину засипали скаргами на ее бухгалтера Терпец у Валентины увервался и она поведомила керевництво, что ее бухгалтер регулярно прогулюет работу Спевработницю звільнили Тоді Валентина и уявить не могла, каким боком обернеться ей это звольнение На ней подали до суду А через два года суд ухвалив вирок Позбавить воли на несколько месяцев Все ее жизнь перетворилось на пекло Так чего вы сейчас больше всего боитесь? Боюсь, что могу пойти и забрать меня в тюрьму В любой момент? В любой момент Вас приговорили к тюремному сроку? Да, 4 месяца лишения свободы А когда вынесли вам приговор? Мне вынесли приговор 12 августа 12 августа И значит вы с 12 августа живете вот в этом паническом страхе? Да, каждый день жду, что придут и заберут Вы действительно никуда не выходите из дому? Нет, я никуда не могу выйти Понимаете, меня могут в любой момент увидеть, город маленький Подождите, а если надо в магазин Или по каким-то неотложным делам, то как? Никаких неотложных дел Надо сидеть дома и все Потому что иначе, я не знаю, я просто не вынесу вот это все Понимаете? Это сложно понять Как вы живете? Очень, очень сложно сейчас Вообще, значит, почти 2 месяца Валентина живет в шоковом, каком-то стрессовом состоянии Каждый день, каждую минуту Ожидая, что за ней придут для того, чтобы надеть наручники И отправить за решетку Валентина всего боится Но ведь так можно элементарно Сойти с ума или запросто стать параноиком Неужели на самом деле за увольнение сотрудника Можно действительно сесть в тюрьму? За что? Валентина, все-таки Значит, за что вас посадили? Как звучит, собственно, вот это вот обвинение ваше? В решении суда написали, что я якобы сказала, что ко мне в этот день приходил жилец Стрельцов, который мне принес заявление, что человек отсутствует на рабочем месте более 3 часов И на основании этого заявления я ее уволила Вам вменяет только то, что некий жилец Стрельцов принес вам заявление, и вы уволили свою подчиненную? Я не уволила, я написала докладную, что человек отсутствовал на рабочем месте А увольнял ее начальнику ЖКХ приказом Но не на основании только моей одной докладной Так в чем вас обвинили? В клевете, что ли, я не понимаю? В клевете, да, меня обвинили в клевете Скажите, а часто ли жаловались на нее? Все дело в том, что за весь период, когда она отработала, было где-то примерно 18 или 15 жалоб За весь период времени она практически ходила на больничный и работала она очень-очень мало Из 560 дней, где-то дней 70 она всего отработала Из этих 70 дней, она практически 18 дней носила жалобы абсолютно на всех руководителей ЖКХ А как ее зовут? Виктория Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, зачем ей было сажать вас в тюрьму? Мне трудно ответить на этот вопрос Просто, понимаете, как она говорит всем Нечего было на меня писать, что трудно было работать за меня Но я целый месяц ее прикрывала Когда я у нее спросила, Виктория, где вы опять были? Вы же целый месяц гуляете, сегодня пятница Вы обязаны сдать отчет Я полтретьего должна отзвониться опять и сдать отчет по вашей бухгалтерии Я опять должна выдумывать Она мне заговорит, не ваше дело, где я была и вообще И хлопнула Вы знаете, это просто нонсенс Чтобы из-за такой конфликтной ситуации сажать человека в тюрьму Это просто беспредел Я считаю, что это Виктория, да, или как ее? Виктория, Виктория Она просто аферистка, самая типичная Я еще не знаю всей правды Поэтому я не могу поддерживать или не поддерживать начальника ЖЭКа Я первый раз вижу бедную, несчастную начальника ЖЭКа Я ей не верю В тюрьму за увольнение Вот тема нашей сегодняшней программы У нас здесь в студии женщина Которой вынесли обвинительный приговор И до сих пор все-таки так и не посадили Сделать это могут на самом деле в любую минуту Боюсь, что могу пойти и забрать меня в тюрьму В любой момент В любой момент Валентина живет в постоянном страхе Она буквально боится любого шороха за дверью и телефонных звонков Валентина утверждает, что ее подставили Понимаете, как она говорит всем Нечего было на меня писать, что трудно было работать за меня Уволенная Виктория, наоборот, считает, что это ее жизнь стала адом А не ваша после увольнения Все дело в том, что, понимаете, как Вот она рассказывает уже причину То есть она следствие, что ее уволили А причину увольнения она никому не рассказывает Но ей сейчас Виктория хорошо живется, как вы знаете? Я не знаю, как ей живется, потому что я с ней не общаюсь Вы удивитесь, друзья, но все-таки уволенная бухгалтер Виктория считает, что это ее жизнь на самом деле стала адом Просто невыносимой Защищать интересы Виктории приехала к нам в студию ее бабушка Встречайте же, пожалуйста, Алла Ивановна Здравствуйте, Алла Ивановна Здравствуйте Что ж ты брешешь всю жизнь сидишь, а? Она не ходила на работу Дети докладные, дети записи, дети протоколы Так, Алла Ивановна, проходите Бабушка, она же на больничном все время была у вас Садитесь, пожалуйста, прошу вас Так, вы приехали защищать сюда свою внучку Равду Внучкину Внучкину правду А что у нее такого ужасного произошло в жизни? Благодаря этой женщине Без работы на третий год уже У нее маленький ребенок Уже дитя спрашивает, сколько эти суды могут быть, чтобы мама пошла на работу Давайте-ка сейчас, друзья, обратим внимание на экран Але Иванівна, дивлячись на свою онуку, плаче Вона в розпочи До чего довели ее любую девчинку Через нерви в онуки підкосилося здоровье Спочатку мікроинсульт, потім гормональний сбей Онука поправилася на 4 розміри И это 33 роки Чем она будет жить? Чем она будет кормить ребенка? Когда это все закончится Бабуся – единая опора для молодой женщины З властного городу передает ей фрукты, овочи Навіть свою невелику пенсию Але Иванівна ділить на трех На себе, на онуку и на ее маленькую дитину У свои 78 років жінка налаштована Дуже решуча Кривникам онуки пощади не будет Так, а вы сказали, что на самом деле ваша внучка Три года не может найти работу И еще она поправилась жутко Ну, вы же видите на экране даже Значит, вот с левой стороны до, а справа уже после Ну, конечно Слушайте, это действительно сильно так поправилась-то А как на нервах идешь? Я ощутил, на 20 килограммов А на гормонах как идешь? А что с ней случилось-то? Гормональный взрыв Нервы, микроинсульт Микроинсульт Попала в больницу Благодаря Начальнику этой Это все на фоне вот этой истории? Это все на фоне этой истории Так подождите, а это правда, что Даже когда ваша внучка лежала в больнице Ее на самом деле там в покое не оставили? Ну, в больнице же приходила с прокуратуры Опрос сделать Открыть против него уголовное дело Донимали Донимали Кроме того, приходила она с милицией Дома искать, дома она или нет Кто дал ей право приходить? Нет, что здесь ординарис приходить Слушайте, а как у нее сейчас со здоровьем? Бывает местами, но ничего, слава богу Проблемы? Да Дальше Какие именно? Ну, головные очень боли Вы до программы нам сказали о том, что вы буквально не узнаете свою внучку Что именно? В чем вы ее не узнаете? Ну, то, что она все время расстроена На эту тему говорит Как жить, как что и дальше что То есть она находит в постоянной депрессии, что ли? Не депрессии, но просто нервничает человек Так, это говорит Украина, друзья Невероятная, на самом деле, история Взяли и уволили сотрудника Потом вынесли тюремный срок начальнику Значит, та самая уволенная женщина По словам ее бабушки Сильно поправилась Аж на 20 килограммов Третий год уже не может, на самом деле, устроиться на работу И за это время пережила еще микроинсульт Мы пытаемся, на самом деле, понять Кто же в этой истории прав Кто виноват Либо бывшая начальница Либо ее бывшая, теперь уже подчиненная Почему действительно дело дошло до суда И даже до тюремного срока До больничной койки С микроинсультом Уволенного бухгалтера Так, давайте-ка так Значит, давайте-то так Сейчас мы посмотрим, что говорят бывшие коллеги О... Валентин, вам водички принести? Нет, не надо Внимание на экран, друзья Валентина Ковальчук, она человек Который порядочный человек Поэтому все это произошло как-то странно Как-то ужасно И как-то несправедливо Очень несправедливо Эти вот конфликты Ну, я знаю, что там и суды Просто ее истязают Человека Не знаю, думаю, что ни за что Она все старалась сделать По справедливости и правильно И никогда не врала Для нее не было проблем И залезть по подвалу Походить в щитовую На крышу, на чердак И всегда, если возникали какие-либо ситуации Всегда были ее люди Всегда были ее рабочие И она была там Все это вовремя устраняла Ну, это был лучший начальник Но, Алла Ивановка, вот говорят Сотрудники-то бывшие Что замечательный начальник Валентина была А что начальники будут Жители говорить плохо Я ничего не понимаю Вы сейчас на что намекаете? Ни на что не намекаю Просто у меня сердце сейчас схватило Так, дайте сердечные капли Алле Ивановне Будьте добры В студию быстренько Значит, смотрите Валентина Бывшие сотрудники Отзываются они И крайне там Великолепно Алла Ивановна говорит Что брехня все это А так она действительно Ничего из себя не представляла Я вам скажу Что сложные психологические отношения На работе Это не редкость Действительно Есть абсолютно невыносимые подчиненные Которых получается По закону уволить нельзя Но и работать с ними нельзя Приходится за них делать работу Их Потому что они ее не выполняют А уволить нельзя Потому что это мать малолетнего ребенка Возможно здесь была такая ситуация Но меня смущает другое Если у меня вопрос к вам Если вы говорите Что был подтвержденный документальный факт Что она присутствовала только 70 дней на работе Почему же тогда было вынесено решение судом Восстановить ее на работу? Все дело в том Что это после После этого решения суда Уже опять была проверка КРУ Почему? Потому что она продолжает И до сих пор Продолжает писать жалобы Сейчас по закону По решению суда Она восстановлена на работу? Она восстановлена на работу Была 7 февраля 2013 года Дальше 22 марта Она была восстановлена в наш ЖЭК 22 марта Из-за того что Она продолжала писать эти жалобы Но вы понимаете Что так ЖЭК больше существовать не мог По ее жалобу ЖЭК Расформировали И я в этом ЖЭКе больше не работаю И ее законно уволили Потому что Ее сократили А ее сократили Ее сократили Она вот То есть вы понимаете почему она сейчас не работает? Пока не понимаю Не потому что ее уволили Ее восстановили Ее восстановили А потому что расформировали ЖЭК А ее на законных основаниях сократили Так же как и меня сократили То есть сейчас мы говорим о том Что бабушка немного говорит неправо Еще раз Алла Ивановна Значит внучку скандально уволили Потом по суду ее восстановили Она не скандально Она не имеет скандалить Ну ее скандально уволили Раз мы здесь сейчас на всю страну Разбираем эту историю Значит скандально уволили Потом по суду восстановили Значит она приходит на рабочее место А там Газья Вот что. Внимание на экран. Вот это басота. Вот так мы работаем. Вот сюда он послал ее работать. Я ничего не понимаю. Это они так издевались, что ли? Отправив работать в пустой кабинет? Да. И приходили, проверяли. Там ли она сидит? Кроме этого, когда закончилось подвальное помещение, она приходила как заключенная утром расписываться при директоре, при начальнике, при отделе кадров. Она приходит на работу, расписалась в 8, а потом отправляли ее домой. Это бывший ЖЭК, который расформировали. То есть там сейчас находится аварийная служба. Ее отправляли в третий ЖЭК, чтобы она работала, но никак не в этот. Чего она сюда пришла, непонятно. Так получается, подождите, получается, что ее отправили на работу туда. Получается, что вы говорите, что ее отправили в третий ЖЭК, а она опять пришла в этот свой прежний расформированный, значит, она опять прогуливала там. Так ей дали ключ открывать и закрывать. У нее ключ всегда был, она его даже никогда не сдавала. А зачем было прикрывать? Алла Ивановна, вы знаете, что Валентину приговорили к тюрьме за увольнение вашей внучки. Это справедливо? Правильно, значит, поступил в суд. Правильно. Да, по закону. Но, подождите, но Валентина живет сейчас, на самом деле, буквально в страхе. Она боится, что в любой момент за ней придут и отправят в тюрьму. Но вас к тюрьме никто не приговорил, вашу внучку? Жизнь приговорили к тюрьме. Это же жизнь, это хуже, чем тюрьма. То есть Валентину вам совсем не жалко, как человека? А ей не было жалко, когда она отправляла ребенка. Ей не было жалко. Но ваш ребенок, ваша внучка прогуливала. А как же ее остановили? Скажите, пожалуйста, вы знаете про микроинсульт Виктории, про ее проблемы со здоровьем, в частности, про гормональный сбой? Нет, я об этом не знаю. А врачи когда трогали, когда двали больничный, приходили врачи. Алла Ивановна, я очень уважаю ваш возраст. Я вообще очень уважаю вашу Викторию. И большое ей спасибо, что она мою жизнь превратила в вас. И вам спасибо, что Павла хотели за данный экран. Благодаря вас. Понимаете, я очень ей благодарна за это все. И мы благодарны вам. Вы меня вынудили. И мы вам благодарны за то, что мы здесь. Я бы никогда в жизни... Своим сердцем я здесь сижу. Никогда бы в жизни я бы не написала жалобу. Никогда бы в жизни не пошла бы никуда жаловаться. Но когда-то должен быть этот предел уже. Кто-то должен его остановить. Кто-то должен его остановить. Кто-то молчал. Правильно? Вы сейчас сидите и молчите. Сидит студия, и вы не можете сказать правду, что ее восстановили на работу. Что они издевались. Заплатили 22 тысячи. Кому? Виктории? Виктории. В качестве морального ущерба, что ли? Да, в качестве морального ущерба. После этого сократили ЖЭК. Она год была на государственном издевении. То есть по сокращению человек получает компенсацию. А, так подождите, вы говорите, что она третий год не может устроиться на работу. Но год она получала... Компенсацию. Компенсацию. Да. При этом еще 22 тысячи ей единовременно выбирают. Лучше бы ей работать. Это очень неплохие деньги, надо сказать. Ну да, надо работать. А потом мы сейчас... По 2 тысячи на месяц вообще-то. Можно было по 3 тысячи. По 3 тысячи на месяц. Да, так не каждый украинец живет вообще. То есть ваша внучка не такая бедная получается? Богатая. Ну не так, чтобы богатая, но простите, есть на что жить. В гостинке живет. Значит, вот такая невероятная, друзья, история. Молодая женщина, Виктория, уволенная, уверяет, что настолько пережила увольнение, что ее хватил микроинсульт и что уже третий год она не может нигде устроиться на работу. Приходила она с милицией дома искать, дома она или нет. Сидит в студии, и вы не можете сказать правду. Что ее восстановили на работу. Что они издевались. Но Валентина, с подачи которой уволили Викторию, не верит во все это. И утверждает, что вообще-то на самом деле Виктории выплатили очень неплохую компенсацию. Я очень ей благодарна за это все. Вы меня вынудили. То есть ваша внучка не такая бедная получается? Богатая. Сейчас мы говорим о том, что бабушка немного говорит неправду. А Валентина, что она? Она получила тюремный срок и теперь боится, что в любую минуту ее могут арестовать и отправить за решетку. В тюрьму за увольнение. Вот тема нашей сегодняшней программы, друзья. Здесь в ток-шоу говорит Украина. Значит, если Валентину посадят в тюрьму, то жизнь потеряет смысл для нашего следующего героя. Встречайте, пожалуйста, Настю, дочь Валентины. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Садитесь рядом с мамой. Настя, чего вы больше в жизни сейчас? Чего вы больше всего в жизни боитесь сейчас? Я, наверное, боюсь больше всего, что маму заберут в тюрьму и я останусь одна. Внимание на экран, друзья. 11-классница Анастасія и в школе розумница, и в гимнастице добилася великих успехов. У Насті много друзей, но никто из них не догадывается, какие у нее дома проблемы. Насте страшно и соромно сказать, что ее маму посадят в вязницу. Она плачет, как только вспоминает про это. Бедная ты моя. За что тебе так? Я буду всегда с тобой рядом. Буду тебя всегда поддерживать. Настя завжди на поготове. Будь-якой миті збере речи и поедет за мамой хоть на край світу. Если бы не дочка, Валентина была бы ныне прикута до ліжка. Настя врятувала маму. Так, что случилось с мамой после оглашения приговора? Она заболела. У нее начали проблемы с глазом быть. Так, а что было с мамой? В чем все это выражалось? Ну вот, я вот когда ходила в школу, ну я вообще хожу в школу, да? Да. И приходя со школы, в смысле с той, чтобы ее не забрали, чтобы она была дома. И вот это состояние кормить маму, да? Кормить? Да. Она была что в таком состоянии, что она не могла двигаться? Да. А что с ней случилось? Она лежала. А что случилось, Валентина? У меня после этого стресса, я вообще даже не помню, как вообще я попала домой. И меня частично парализовала речь. То есть то, что вы сейчас видите... Парализовала? Я практически не могла разговаривать. Мне тяжело было двигаться, передвигаться. Значит, Настя, и вы ухаживали за мамой? Да, я приходила со школы, кормила ее, вот. То есть мама вообще не могла ходить и ничего делать? Ну, могла, но это очень было тяжело ей делать. То есть вся забота по дому и о маме легла на вас? Да. Вы одна ухаживали за ней? Да. Вы вдвоем живете? Да. А как вообще живется в последнее время? Мама рассказала жуткую историю о том, что действительно она буквально спряталась, она зашторивает окна, она никому не открывает дверь, она не отвечает на телефонные звонки. Неужели все так страшно? Да, я сама боюсь ходить в школу, постоянно оглядываюсь, что я даже когда вижу милицию, меня просто в дрожь берет. Итак, после оглашения приговора Валентина потеряла здоровье, ее частично парализовало, Валентина не могла сама двигаться, вся забота по дому, забота о маме легла на плечи вот этой хрупкой ее дочки Анастасии, школьницы. Всех больше, Настя сейчас боится, что мама действительно окажется в тюрьме. Но с кем тогда окажется ребенок, если за Валентиной придут, возьмут ее под руки, наденут наручники и уведут? Валентина, послушайте, вы ведь отдаете себе отчет в том, с кем может остаться ваша дочь, если вдруг действительно придут за вами. А ведь за вами, в принципе, должны прийти, раз есть судебное решение. Вы же это обсуждали наверняка с Настей? Все дело в том, что я думала, что для начала она останется все-таки с подругой, наверное. С подругой? С подругой, да. А у вас есть муж? Муж есть, но мы с ним в разводе, он живет с другой семьей. То есть он не в курсе вообще моих... А вы не можете на него оставить Настю? Вы понимаете, что я вообще никому практически, у меня даже родители не знают, что со мной такая ситуация произошла. Итак, смотрите, есть судебное решение. Четыре месяца тюрьмы. С кем в этом случае должна остаться Настя, если, в принципе, есть супруг у Валентины? Вы с ним в разводе, да? Я с ним в разводе и... Алексей. Она должна остаться с законным отцом, однако, если отец не принимает ребенка, то тогда уже органы опеки и попечительства должны найти или устроить ее к родственникам. Это первоочередное право, если есть такие родственники. Если нет, то это должна быть или патронатная семья, или еще какая-то лица, которая готова взять на воспитание. Насколько же стоп мир? Хорошо, она захотела свести счеты со мной. Я плохой руководитель, извините. Я плохой руководитель, мне надо в тюрьму. Но зачем же над ребенком издеваться? Объясните, пожалуйста, зачем? Значит, скажите, вы действительно не сказали ничего своему бывшему мужу и отцу Насте? Почему? Нет. А почему он ничего не знает? Ну, во-первых, у него другая семья. Во-вторых, я не хочу его... Понимаете, как я привыкла все проблемы решать сама. Вы, наверное, удивитесь, Валь, Настя, но мы разыскали отца Насти, вашего бывшего мужа. Внимание на экран, друзья. Я вот не знал, пока мне не сообщили с передачи. Не знаю, как это было решение. Суда все должны были как-то известить, я так понимаю, наверное. Сначала вообще я был растерян. Мне как будто кто-то ударил по голове, я сразу подумал о судьбе Насти, с кем же останется она. И с кем она находится на данный момент. То, что это самое, я заберу ее сразу же, это даже не обсуждалось и не обдумывалось. Понимаете? Потому что это мой ребенок. А ваша нынешняя жена, она будет не прочь? Она только узнала об этом, она сразу сказала, Настя будет с нами. Все, даже это не обсуждалось. Ребенок будет с папой. Я рад всегда ее видеть. В любое время дня и ночи. Ваш бывший муж, Настенька, и ваш папа готов принять. Его семья готова принять. Если что, вы пойдете в новую семью к отцу? Я, честно, над этим сильно не думала. Ну, я, конечно, надеюсь, что все будет хорошо, но если уже такое случится, то придется. Но вы улыбнулись, когда увидели папу? Да. Ну, я тоже его рада видеть и вообще рада ему. Валентина, а вы готовы все-таки отдать Настеньку, если вдруг в семью к бывшему мужу? Здесь, естественно, это родной человек. Никто лучше, чем он, не позаботится о ней. Это говорит Украина здесь, на телеканале Украины. И так нашу героиню, главную гостью, приговорили к четырем месяцам заключения. Невероятно, но произошло это после увольнения сотрудницы Валентины. Все окажется гораздо драматичнее, когда в студию выйдет адвокат, изучивший, собственно, это дело. Юрист утверждает, что на самом деле Валентину в любой момент действительно могут забрать в тюрьму и даже из студии. Также, более того, этот юрист приготовил для Валентины настоящую бомбу. Что скажет обо всей этой истории сама уволенная, та самая бывшая уволенная бухгалтер, Виктория? Встречайте, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Вы ведь все знаете, что Валентину приговорили к тюрьме? Алексей, я хочу вам сказать для начала, у меня, простите, других эмоций не вызывает. Это брехня. Что брехня? Иначе я не могу сказать, что все то, что она говорит, это все ложь. Сейчас мы с вами начнем говорить, но прежде будьте добры, внимание на экран. Виктория працювала в ЖЭКу бухгалтером. Упродолжь многих роков сумленно выполнила свою работу. Какой-то она отлучилась на обед, дорогой зайшла до аптеки, повернулася, а на работе скандал. Ее звинуватили в регулярных прогулах і звільнили за статтею. Запис у трудовій зламав її життя. Вона мати-одиначка, ось уже два роки не може влаштуватися на работе. Едине місце, куди ее готові були прийняти, це рити могили на місцевому кладовищі. Такого приниження в її житті ще не було. А за что, собственно, вас уволили? Как вы считаете? Дело в том, что я была уволена по поддельным документам, сфальсифицированным. Причем у меня на это есть обоснованное решение суда. Валентина говорит, что вас уволили за прогулы, потому что вы очень редко появлялись на работе. Валентина сказала, что однажды месяц вас прикрывало, а потом, когда у нее терпение лопнуло, она сказала, Виктория, ну где вы все время ходите? А вы ей ответили, не ваше дело. Алексей, это все ложь. Вы брехунья. Вы брехунья сплошная. Судом доказано, что вы сфальсифицировали документы. Где эти доказательства? Где доказательства? Обязню вам, что она весь период времени, в котором она находилась у меня, то она была на больничном, то дочка ее была на больничном. Это нельзя было уволить человека, который был на больничном. Есть доказательства у вас есть? Есть в УЖКХ, есть акт круга. Вот у меня есть доказательства суда, решение. Если для вас решение суда не является основанием... Давайте как-то без судов разберемся, ребята. Значит, мы поговорили о Виктории с ее бывшими коллегами. Интересно, подтвердят ли они слова о Виктории? Внимание на экран. Она все время была на работе, причем она очень обязательный человек. Она все время самая первая на работу приходила до начала работы и уходила, а последняя. Вика была справедливой, очень справедливой. И этот человек, который... Я считаю таких людей преданной работе. Человек, который... Для нее работа это было прежде всего. Я вот сколько раз приходила к ней, она никогда мне не отказывала. Она постоянно документы, какие надо, все, всегда подойдешь, спросишь без проблем. Настолько грамотный, настолько воспитанный, можно сказать, даже добрый. Ну, смотрите-ка, Виктории как хорошо отзываются. Я же тоже не говорю, что она плохой человек. Нет, они все говорят, что она была на работе, ничего, она не прогуливала. Это говорит Попова, которая в суде дала показания. Это ваши подруги? Что значит подруги? Это со слов Ковальчук? Нет, это подруги? Это работник. Это работник и подруги. Подруга, подруга. Попова подруга и работник. Вы врете. Но Валентина говорит, что это ваши подруги. Это работники, которые находились в тот момент на работе. Ковальчук отсутствовал, я присутствую. А Виктория, какая у вас другая освета? Первую мы знаем бухгалтер, другая какая? Второе образование переводчик английского языка. У вас нет юридической осветы? Нет, нет. У вас нет адвокатской практики? Нет, нет. Звідки это значит вы с этим народились? Вы понимаете, с вами может диалог поддерживать абсолютно готова людина. Я абсолютно готова людина. Но мне было бы тяжко с вами. Вы прийти, вы очень профессионально прийти. Почему вы работали бухгалтером, маючи такие таланты? Очень тяжко понять. Протилежная сторона, пожалуйста. Можно я вам отвечу? Да. Если бы вы стали на мое место, я прошла, не Ковальчук прошла два года пекла. Валентина. Прошла два года пекла я. Я прошла два года пекла. Вона зараз на крок в тюрьме кто в пекле, а в пекле вы? Она бедная. Вы ее парализовали. Вы ее парализовали. Как она могла не двигаться? Я думала, мне не нужно. Я думала, что она приехала. Вы видите, у нее даже красный глаз, это по-средски. Никто не спросил меня, когда я с микроинсультом лежала, как меня колбасила. Как мне было хорошо. А говорят вам, вы получили компенсацию хорошую. А как же так, 22 тысячи гривен. А потом еще год платили. Год мне платил не ГУЖИК и ХАК. Ну вам платили. Я встала на учет, меня сократили. Я встала официально на учет с интерзаком. А подождите, Виктория, но вы 22 тысячи получили. Конечно, да. По решению суда я получила эти деньги. Объясните, пожалуйста. А теперь, почему вы не можете устроиться сейчас на работу? Скажите, пожалуйста, с вот таким вот, с такой записью можно устроиться на работу? Уволено по статье 40, пункт 4, прогул без уважительных причин. Алексей. Вы считаете, что именно из-за этого вас не берут на другую работу? Мне так ссылаются на это, конечно. Куда бы я ни пришла. Это неправда. А куда вы приходили, где вам отказывали? Дело в том, что я приходила на различные предприятия, состоя в центре занятости в течение года. Так. А вас действительно отправляли рыть могилу на кладбище? Это уже сделал новый начальник ГУЖИК и ХАК. Так подождите, вы согласились на кладбище работать? Как же я могла согласиться на кладбище? Значит, да, Анна. Значит, Виктория сейчас напрямую нами манипулирует, потому что... Виктория. Да. Если в записи в трудовой книге о том, что ее незаконно уволили, прилагается решение суда, нет оснований ее не брать на работу. Вас не берут на работу, потому что это небольшой город. Все знают вашу скандальность, и работодатели вас боятся. Это вас просто не хотят. Это первое. Второе. Откуда вы знаете, что ее не хотят брать? Можно я вам отвечу? Вы не знаете, когда вы стоите с маленьким детем на руках, вы приходите и доказываете, что не вы виноваты, не вы, не вы в этом все виноваты. Второе. У меня тонны меня, вам второе вопрос. Так, давайте сейчас Анна докончит. Нет, Виктория, Анна докончит, и вы продолжите. У меня второй вопрос. Так. Так, было решение суда, вас восстановили на работу. Откуда появилось дело о том, что Валентина давала заведомо неправдивые показания? Кто обратился в суд? Я лично обратилась, потому что судом... Вы хотели ей отомстить? Нет, я хотела доказать то, что я права. Не надо, вас восстановили на работе. Зачем? Не за что было ей отомстить. Я хотела доказать, послушайте... Так вас восстановили, доказали, что я скажу. Ваня, это нормально, не стоит всегда стоять, понимаете? Нормально сумеет себя стоять. Я кем, я кем, я кем стоила. Тут вы решили, мы нас обозначили. Послушайте, на данный момент... Скажите, пожалуйста, мне... Вы помните, что здесь переломовались, говорится, разумеется? Вы в этом стиле? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Интересно, кто в этой студии переключит? Это переключит Виктория или Олег друг друга? Нет, ну просто мне жалко людей, понимаете? Они не могут как-то померить. Для того, что я защищала свои конструкционные права, понимаете? Уважаемая, вы ей им стилем. Для того, что я немножко приболела чуть-чуть, поэтому, может быть, я... Я совершенно не чувствую, что вы приболели. Нет, я по голосу слышно. Так может... Не превращайте в шутку, не может кричать даже дача, ребят. Это действительно приболело. Послушайте, пожалуйста, Виктория. Вы знаете, вот ту жалобу, из-за которой, собственно, Валентину вроде как посадили в тюрьму, и вроде которую она подделала, якобы она подделала. Так вот, сам человек, который ее написал, он считает, что, наоборот, это вы ее подделали. Вместе со своим адвокатом. Внимание на экран, друзья. Да, я писал заявление начальника ЖЭКа, что не было на рабочем месте кого-то. Мне нужно было сделать договор по квартире. Я пришел раз, а я не был на работе, второй раз, и мне нужно было уезжать. Я написал о ней заявление. И все, ну, как мое заявление попало в суд, без моего разрешения, без моего ведома, я не знаю. Мне предоставили копию. Когда я спросил, где мое заявление, смерти с оригиналом, они сказали нет. Я говорю, так было одно, говорят, нет, было больше. Ну, я писал, по-моему, в феврале. Я не помню. А скило оно в июле. С исправленной датой, получается. Да, да. И без подписи. Как это я мог подписать заявление и не поставить свою подпись? Такого быть не может. Там, скорее всего, что это к серии напередело, потому что там написано с руки Чугунова, копия верна. И так далее, и того подобного. Так что, слава себе, Виктория, это копия оригинала нет. При этом человек утверждает, что он в феврале писал, а оно всплыло летом и с летней датой. Алексей, это то, о чем я говорю. Это то, что были сфальсифицированы документы. Так это вы сфальсифицировали, значит? Послушайте меня, ну как это? Я могла подать заявление это. Дело в том, что со слов работников ГУЖКХ... Ваш адвокат мог это подать? Нет, это прежде чем мой адвокат зафиксировал это заявление. Послушайте, оно было зафиксировано начальником юридической службы Охотниковым. А после этого оно подалось в суд, потому что... Алексей, заметьте, Охотников подал, а в суде написано, я его принесла. Юрист. Видите, она говорит, юрист принес. А в суде написано, что я лично принесла это заявление. ГУЖКХХУК его передала. Валентина. Конечно, они когда чувствовали, что они проигрывают весь процесс, им надо быстренько было срочно сделать. Но на тот момент, когда Стрельцов писал это заявление, он находился за границей в рейсе. Стоп, да, именно Стрельцов, когда вроде писал это заявление, он находился... Он был за границей, конечно. Да, но при этом Стрельцов нам сейчас сказал, что он писал это заявление в феврале. Это все ложь. Ложь. Это же он сказал. Так он так же врет, как и она. Он врет. Корень в другом. Я вам скажу, корень в другом. Корень в том, что я была неугодна. Конечно, какие-то будут противостояния. Я вам скажу, я была неугодна, потому что я написала, сколько у наших начальников в ЖЭКе заработной платы. Вика, померитесь, а я вас прошу. Послушайте, секунду. Возможно, чтобы в ЖЭКе была заработная плата. Вы красавица, понимаете? Ты тысячи долларов, скажите. Возможно? Возможно такое? Я не знаю, но... А я вам расскажу. Стоп, стоп, стоп. Послушайте, пожалуйста. Вот и корень проблемы всей. Меня надо было искоренить, убрать. Виктория, выдохните, пожалуйста. У вас невозможность. Так, Олег, и вы, прошу вас. Я вам пойду. Вас обвиняют, Виктория, в том, что ваша жалоба поддельна. Понимаете? Какая моя жалоба? Это, во-первых, товарищ Семенов. Во-первых, это не моя жалоба. Послушайте, и вообще, вы на самом деле уже давно превратили вот эту вот свою компанию по жалобам на всех работодателей в бизнес. Вот в этом вас обвиняют. Вы подали 12 исков, так? 9 из них вы выиграли. То есть, получается, мы посчитали, да узнали, даже мы не посчитали. То есть, по этим искам вы выиграли материальной компенсации на 30 тысяч гривен. Примерно 30 тысяч гривен. Эту информацию нам рассказала ваша бывшая коллега, с которой, кстати, вы тоже сейчас судитесь. Внимание на экран, друзья. Безусловно, человек просто выбрал такой принцип жизни, как жалоба. Но я думаю, что это у нее в крови, так как она постоянно на что-то жаловалась с момента, как я с ней стала знакома. А знакома я с ней с 2007 года. Каждый раз эта дама в своих заявлениях утверждает, что она бедная, несчастная и их хочет заработать денег. Я хочу сказать, что это ее изначальная была цель появления в ГУЖКХ. Потому что изначально она требовала хорошую заработную плату, что подтверждается безумным количеством жалоб. Потом она требовала жилье. А так как это не удалось ей воплотить в реальность, она выбрала способ обратить на себя внимание. Вот таким количеством жалоб. Посмотрите. И написано здесь такое, что, честно говоря, любой нормальный человек, прочитав эту жалобу, просто поймет, что человек психически болен. Что вы на этой сказке? Я вас вложу на это. Я вас сейчас подъясню. Это одна из ее подружек, из ее поддельниц. Это тоже все ложь. Это человек, благодаря которому меня уволили, которого вынесли отдельное частное определение, в котором это она фальсифицировала документы. Благодаря которым... Все ваши жалобы фальсифицировали? Не жалобы, а вот эти акты, которыми я была уволена, вот эти акты... Послушайте-ка, она показала целую стопку ваших жалоб. Это мои жалобы. Я вынуждена была защищаться. Я вынуждена была... Скажите, пожалуйста, каждый человек имеет конституционное право обращаться за защитой своих прав. Абсолютно. Вот я вынуждена была защищаться. Когда у нее зарплата в 8 тысяч, а у меня зарплата в полторы тысячи. Когда у нее квартира, а у меня ничего нет. Когда у меня дитя малое на руках, я ращу его сама. Но Валентина тоже сама растет. Я понимаю, дитю 17 лет, а моему ребенку 10 лет. Но когда-то ведь Насте тоже было 10 лет. Когда Насте было 10 лет, мы не занимались этой ситуацией. Мы занимались 2,5 года этой ситуацией. Но послушайте, но Насте вообще может оказаться одна, если маму посадят в результате этой истории в тюрьму. Подождите, простите, пожалуйста. Но вы ведь подтверждаете, что действительно вы подали порядка двух десятков жалоб. И в 9 жалоб выиграли. И 30 тысяч гривен вы получили компенсацию. Вы ведь подтверждаете эту информацию. Это факт. Это были не жалобы, это были иски. Это факт. Да, я выиграла около 9. В исках. Да, в исках. На 30 тысяч гривен. То есть вы профессиональная жалобщица. Ну что вы, почему я профессиональная жалобщица? Почему? Почему? Алексей, почему? Ковальчук же тоже жаловалась. Она же тоже писала. Она же тоже вот сейчас приехала, спустя 2,5 года сюда. Не я приехала. Она обратилась. Она должна сидеть. Но Валентина, она одна. А вы, получается, должны нас ищите защиту. Объясните, какой правды ищет Валентина. Она укрывается от тюремного срока. Какой правды она укрывается? Вы считаете, что это нормальный приговор? Вы считаете, что это объективный, честный приговор? Правильный? Дело в том, что суд выносит... Спросите меня, пожалуйста. Я считаю, что суд у нас выносит объективное решение справедливое. Виктория, подождите. То есть вы считаете, что суд правильно сделал, что приговорил Валентину к 4 месяцам тюрьмы? Суд наш объективный, справедливый, гуманный вынес. Послушайте, 4 месяца тюрьмы, это гуманно и справедливо? Я суд вынес за то, что она дала в суде ложные показания. Это было достеменно доведено судом. Вы довольны этим решением? Я не могу сказать, что довольны, а не довольны. Я хочу, чтобы этот человек... Вы удовлетворены этим решением? Алексей, я хочу, чтобы человек выполнил решение суда. Вы удовлетворены этим решением? Я удовлетворена этим решением. Прошу вас. Она уклоняется от решения... У меня, пока без паузы, одно вопрос до вас. Чи заспокоится ваша душа, если Валентина сяде на 4 месяца, Чи 4 месяцев мало, с вашей точки зрения. Тогда назовите термин, когда вы заспокоитесь. Сколько ей нужно сидеть, чтобы вы заспокоились? Вы знаете, я хочу сказать так. Мне все равно. Потому что я ее давным-давно простила. Я считаю, что достаточно. Если суд вынес такое решение, значит достаточно. То есть она не исполняет, да? Она не исполняет решение. Анна, прошу вас. Я еще раз хочу напомнить, что когда вы обратились в суд по поводу того, что даны ложные показания, речь уже не шла о нарушении ваших прав. Речь шла о преступлении против правосудия. И это было дело суда. Заметить, что она лжет, а не ваше дело. Поэтому я доскажу. Поэтому вы все-таки ей мстили. Вы уже были восстановлены на работе. Но суд при назначении наказания обязан учитывать общественную опасность. преступника. Здесь налицо. Общественной опасности нет. Поэтому мера наказания избрана чрезмерно. Суровая по отношению к тому, что она совершила. Даже если она действительно это совершила. Вы сейчас о Валентине. Да. Спасибо. Значит, уважаемые наши героини. Виктория, уважаемая Валентина. Значит, следующий наш герой на самом деле подготовил сенсацию. Именно так можно назвать то, что он здесь представит. Встречайте, пожалуйста, Иван Боднорук. Ну, давайте же, прежде чем, собственно, я уже говорил в начале программы, что вы тот самый адвокат, тот самый юрист, который приготовил настоящую бомбу для Валентины в частности. Но, тем не менее, нужно все-таки напомнить о том, кто же такой Иван Боднорук. Внимание на экран, друзья. Иван Боднорук – известный столичный адвокат, профессор правовых наук. Сразу зацикавился этим Ильичевским скандалом. Такого в его практике еще не было. Он был приголомшен, дизнавшись, какая война разгорнулася навколо звичайного звольнення бухгалтера ЖЭКу. Иван упевненный, с женщиной обошелся несправедливо. Вивчивши все паперы, он сам согласился стати на ее защиту. Вы не уявляете, какую сенсацию он приготовил? Четыре месяца в язнице для Валентины – это еще не найжахливее. Вона может опасаться, оскільки вынесено, на мою думку, незаконные решения судом первой инстанции апелляцией. Вона остерегается того, что в будь-який момент может прийти в наручники и отвезти. Но то, что сейчас не выполняется приговор, чем это грозит Валентине? Ведь он же не выполняет сейчас приговор. Если вы хотите, чтобы она села в тюрьму, я бесплатно теперь помогу этой дочери в интересах этой матери. И я за то, что вы превселюдно раскрыли тайну бухгалтера, сколько получает в студии, сколько получает службовая особа цели превышения влады. Вам пять роков тюрьмы. Да, да, да. Простите, простите. Простите. Второе. Простите. За то, что вы по показаниям адвокатов и по показаниям этих людей. Алексей, Алексей, у меня есть доказательства, простите. К вам, как к юристу, можно ясно? По показаниям этого человека, который дал интервью журналистам, а их показания и их информация, согласно 214 КПК, есть предметом для возбуждения открытия уголовного производства против вас, я буду инициатором того, чтобы за подделка документов по 358-й уголовного кодекса вам еще пять лет. А что меня должны садить на десять лет? Если бы вы сказали, что вы не хотите, чтобы она сидела, я бы вас попросил написать заявление, чтобы ее не арестовали. От этого зависит ее судьба. Послушайте меня. Вы справедливость настраиваете против себя. О какой подделке документов идет речь, о моей... Разберемся. Нет, нет, подождите. Вы готовите за это заявление? Напишите или нет? Нет. Прочитайте решение суда. Решение суда, где написано, что Ковальчук было прочетно до стеменови дома до педробки документов. Подождите, Виктория, вы, может быть, все-таки напишите это заявление в суде? Я ничего писать не буду, потому что никаких документов я не подрабляла. На это было решение суда. Она в апелляции при мне, при моем участии отказалась. Решение заявления, на самом деле, говорится... В заявлении будет говориться о том, что вы готовы за любое наказание, кроме как лишения свободы. Почему я должна быть к этому готова? Суд ее решил... Потому что там ребенок. Подождите, подождите. А если бы меня вот так вот рассматривали... Да зачем, если бы, есть факт. Причем тут припущено. Послушайте, когда меня увольняли, никто не спрашивал. Есть у меня ребенок, нет у меня ребенка. Не требую, я прошу вас. Слушайте, вам выплатили 22 тысячи гривен компенсации. Я хочу... Потом в течение года вам платили деньги. А вы сейчас согласны на то, чтобы эту бедную женщину посадили в тюрьму. Алексей! У нее есть ребенок, между прочим. Я хочу, чтобы она отсюда ушла туда, куда ей положено, согласно решению суда, согласно приговора, который у меня есть. То есть вы хотите, чтобы отсюда Валентина ушла в наручниках, Я считаю, что приговор с судом... Вынесен справедливо и достеменно. Слушайте, у вас есть сердце? Сердце? А у нее было сердце, когда меня увольняли по статье с маленьким ребенком. Ну так вы же прогуливали. Алексей, я еще раз вам скажу, это хороший ход детям. Если бы на данный момент... Это не ход, это факт. Нет, это не факт. Хорошо, дитё. Ладно, я не дитё. Послушайте. Я прошу, пожалуйста. Я ничего писать не буду. Я умоляю. Я ничего писать не буду. Я не играю. Я правда прошу. Я ничего писать не буду. Я умоляю. Я ничего не скажу. Пожалуйста. Коррупция, коррупция. Я не понимаю, сколько можно, ребята? У меня не совесть. Коррупция. Вот коррупция сплошная, где начальник ЖЭКа получает 3000 долларов. Вот это 3000 долларов. Вот это. Сайдон! Так, тихо. Тихо. Виктория. Виктория, шановна. Все, что сейчас происходит в зале, все, про что молотилось в зале, это было в прошлом году. Это было наше спільное минуле. Трагичное минуле для Валентины, может, меньше трагичное для вас. Мы сейчас все идем в будущее. Чи готовы вы прийти в будущее, иншую? Чи вас влаштовывает те, якое вы были в минулому, сейчас? Чи не хотите вы что-то поменять в своем жизни? У меня вопрос персонально для вас, поза тем всем, что я слушал, тут и почув. Скажите. Вы знаете, я отвечу вам так, что моя жизнь умерла два с половиной года назад, когда меня ни за что уволили. Можно, пожалуйста, я скажу, пожалуйста. Я отвечаю на вопрос. Никто не думал, никто не спрашивал меня, как я жила, как мне было. Вот хорошо все так, знаете, смотреть со стороны вот этой стороны. Ну хорошо, откуда ваше отчаяние? Скажите, рядом с вами нету близких, никто вас не думал, вас бросил ломать. В чем проблема? Ну зачем теперь отравлять жизнь другому человеку, Виктория? Зачем? Теперь что? Теперь нужно отравить другому человеку жизнь? Виктория! Слушайте, нам всем рано или поздно отвечать перед Богом, Виктория. Так вот, вот я хочу сказать, вот про Бог, Алексей. Так придите к Богу в чистом, в белом, а не в грязном, поношенном. Алексей, так вот я хочу прийти к Богу и сказать, что есть такая заповедь. Девятая, не о болге. Эта заповедь, казается, Валентина Владимировна, она болгала очень страшно меня, очень страшно. Знаете что? Я засудила за правду, не я засудила. Я вообще сторонник философии бумеранга. Запомните, пожалуйста, это. Так вот, вот этот бумеранг возвращается веще. Значит, но ситуация, наверное, Иван, сейчас действительно очень сложная для Валентины. Честно говоря, да. По 382-й статье Уголовного кодекса ей сейчас грозит до 5 лет лишения свободы. До 5? За невыполнение, либо уклонение от выполнения судебного приговора. То есть получается даже не 4 месяца, а до 5 лет? Да. Она не уклоняется, она публично пришла на программу. Если бы ее задерживали, и она оказывала сопротивление, или она закрылась в подвале, к ней звонили в дверь, а она сидит и не открывает в подвале. Это было бы уклонение. Сейчас нет признаков уклонения. Если они будут продолжать инициировать ее арест, ее арестуют, им может быть еще одно угловное производство. Но мы отработали форму защиты с данной гражданкой. Она не сядет. Потому что она телефон не выключает. Она абсолютно открыто перемещается по территории страны. Сегодня не проблема задержать человека. Она выполняет все, что предусмотрено. Если к ней придут домой, она откроет дверь и выйдет. Она не делает ничего, чтобы не сесть в тюрьму. Вы, кстати, друг другу ничего не хотите сказать сейчас? Вы же редко видитесь. Ну вот сейчас, вот что-то здесь, там всю страну Валентина. Виктория, Виктория, Валентиния. Ну я предоставлю ей, как все-таки она старшая, я предоставлю ей слово, пожалуйста. Прошу вас. Алексей, единственное, что я могу сказать, что если действительно, понимаете как, вот она в городе сказала, что я пока 100 тысяч с нее не сниму, я от нее не отстану. Если бы она сейчас сказала на всю страну, что она готова, чтобы я 4 месяца посижу и заплачу ей там сумму денег какую-то, я готова это выполнить. Лишь бы только ее душенька была спокойна. Виктория, Виктория. А теперь... Виктория. А теперь я скажу. Вранье, еще раз вранье, очередное вранье, ложь и бред. Потому что каждому, каждому доказать, каждому слову должно быть доказательство то, с чем сюда пришла на программу я. Виктория, над этим судом, над этими судами, которые здесь и куплены вами, есть другой суд. И вы к нему придете, как и все. Вы как юрист, вы говорите, что я купила суды. Вы не боитесь это сказать сейчас, что может быть я на вас обращусь потом в суд. Я хочу сказать Валентине Владимировне, уважаемой, я хочу, чтобы она исполнила решение суда. Эту женщину суд отправляет за решетку. Вы же не хотите этого, да? Не хотите этого? Я хочу исполнение решения суда справедливого. Вы не хотите, чтобы ее посадили в тюрьму? Я хочу исполнение решения суда справедливого. Я хочу, чтобы ушла коррупция, та, которая происходит. Сколько вы заплатили, чтобы не сесть в тюрьму? Скажите всем, сколько вы дали денег? Сколько вы дали денег? Не отвечайте на глупый вопрос. Сколько вы дали денег? Не отвечайте на вопрос. Не надо, это неправильная позиция. Нельзя судить всех по себе. Не отвечайте. Не приведи Господь нас, кого-то из вас, встретить в жизни таких людей. Дякую, что программа «Говорит Украина» сьогодні пані Валентина може вільно пересуватися по території України. Відтак, решение суду, хоть и набрало законной силы, но все ж таки не зобовьязывает ее держать под арештом. Все это, конечно, на жаль, тимчасово. Адже Вищий специализованный суд своими решениями, своим новым вироком может вынести новый вирок, в котором она может быть або позбавлена воля, або виправдана, або может справу направить на новый розгляд в новом складе судов в том месте, в котором ее было засучено.